Семиклассник Александр Заря сначала смотрел видео с поединками, а потом пришел в секцию за компанию с друзьями. Думаю, ну надо же, если обороняться, то не будущее, а ножом нападателей. Это самозащита должна быть. Вот так бережно ребята складывают новую форму. Теперь в трех школах Волновакского района, в самом райцентре и двух сельских, появилось все необходимое для занятий самообороной без оружия. Самбо. Это очень хорошая шефская помощь. Получили новый ковер. Такого у нас никогда не было. Ковер замечательный, ковер качественный. Шефскую помощь оказал и будет оказывать Ямал в рамках специального соглашения. Округ помогает с запуском в муниципалитете всероссийского проекта «Самбо в школу». Это позволит детям уйти с улиц, это позволит детям развиваться, это позволит детям влиться в большую семью российского самбо. Помимо навыков самообороны, уроки самбо – это еще и общефизическое развитие и дисциплина. Видим, насколько детям это очень нравится. Предполагается, что мы с первого по четвертый класс в обязательном порядке будем заниматься всеми детьми. Это и мальчики, и девочки. Они будут учиться падать, бегать, разминаться. Но потом, у кого уже появится какой-то спортивный интерес, они уже будут направлены заниматься этим прекрасным видом спорта. В Волновахском районе говорят о нехватке тренеров. Соглашение предусматривает в том числе методическую помощь. Иван Шульгин – учитель физкультуры из села Донского. Занимался дзюдо. Всему в этой жизни нужно учиться, переучиваться. Вот главное, что есть дети в них, есть желания. Но мы этим поможем. Александр Заря скоро поедет на Ямал. Вместе со сверстниками 18 ноября в Губкинском стартуют окружные соревнования. Так что ребята из Волновахи теперь часть команды. Александр Ребекко, Тимур Ахметов. Время Ямала. Донецкая народная республика. Волновахский район. Александр Ребекко, Тимур Ахметов.